МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чём расскажем. Первое прошло. Сохраняйте не менее свою социальную направленность. Как в Госсовете принимали бюджет республики, увидел Дмитрий Аринин. В госпитале за счёт государства дома за свой. Так быть не должно. Правительство обсуждало уже эту проблему. Что изменится после решения Владимира Путина, расскажет Рамиль Галиулин. Куда дели 10 миллионов рублей? Детский садик действительно был в ужасном состоянии. Мы так ждали этот ремонт. Родители Альметьевска требуют отчёта за капремонт в детском саду. Ситуацией разбиралась Хилюза Хамедулина. Золотой квадрат. Слишком дорого, и обычному человеку очень тяжело. В Казани взлетели цены на жильё. Почему и чего ждать дальше, разбирался Рамиль Шайдулин. Сегодня депутаты Госсовета в первом чтении приняли бюджет республики на предстоящие три года. Законопроект внёс в парламент президент Рустам Мениханов. Казна с дефицитом в 3 миллиарда рублей. Это, как отмечают в непростой экономической ситуации, самый сбалансированный вариант. Уникальность бюджета и в том, что налог на доходы физлиц превысит налог на прибыль от компаний. Этим объясняется и волна обсуждений вопросов депутатов к Минфину и Минэкономике республики. Учтены ли первоочередные расходы? Не сокращены ли социальные программы? Контуры нового бюджета очертит Дмитрий Аринин. Закон о бюджете традиционно самый сложный и объёмный. В законопроекте этого года более 4 тысяч страниц. До того, как рассмотреть его в первом чтении, казну обсудили во всех комитетах госсовета, а также на парламентских слушаниях. В Минэкономике сегодня в очередной раз отметили. Ситуация непростая, причём во всём мире. В Сатарстане по сравнению с прошлым годом сократились воловой продукт и доходы. Для мировой экономики текущий год стал одним из самых сложных за последние десятилетия. В результате распространения коронавирусной инфекции экономики стран одновременно столкнулись и с ограничением предложения, и с ограничением спроса, а также волатильностью цен на энергоресурсы. С учётом положения дел в экономике прогнозировали доходы и расписывали расходы. Так бюджет верстали с учётом следующих прогнозов. Баррель нефти 43 доллара, инфляция 4% и курс американской валюты 70 рублей. В итоге дефицит казны составит 3 миллиарда рублей. Профинансируют все первоочередные расходы, меньше средств направят на капиталовложения. Казна на три четверти будет социально ориентированная. Все текущие расходы у нас полностью индексированы, они намного больше, чем по сравнению с 2020 годом. Все местные бюджеты балансировали, у них нет дефицита бюджета. Сумма, которая у нас в проекте бюджета сложилась, это в порядке 3 миллиардов рублей, они планированы за счёт остатка на начало года покрытия. Только же, как сообщили в Минфине, средствами может помочь и федеральный центр. Краткосрочные кредиты, согласно бюджетный кодекс Российской Федерации, получение у нас в нашем проекте бюджета предусмотрено. Это порядка 20 миллиардов рублей. К Минэкономике и Минфину сегодня ряд вопросов. Учтён ли в бюджете рост цен на продукты питания? Рост цен идёт. И меня интересует, что делает правительство, чтобы как-то это предотвратить. Я говорю о хлебе, о молоке, о масле, о мясе, в конце концов. Даже на тех же ярмарках мясо-то подорожало. Отмечу, что действительно, да, ряд повышений на ряд продуктов был в своё время, но были приняты своевременные решения. Сегодня я хочу отметить, что никаких повышений не отмечается. Есть и ряд товаров, по которым есть снижение цен на продукты, в частности овощная. Также депутаты спрашивали, как собираются покрывать дефицит, хватит ли денег на все социальные программы, выросли ли расходы на здравоохранение из-за пандемии. Взвесив все «за» и «против», депутаты по шестому голосов поддержали предложенный проект бюджета. Такого бюджета, ну я, исходя из своего опыта, говорю, многие коллеги тоже давно знакомы и с лихими 90-ми годами, и дефолтом, и другими годами. На самом деле очень трудный бюджет к исполнению, который сохраняет, тем не менее, свою социальную направленность. Но, как правильно Марат Гадович сказал, сначала надо эти деньги еще и заработать. Бюджет еще предстоит принять во втором и третьих чтениях. Для этого, до 7 ноября, в Госсовете будут собирать предложения и готовить поправки. Дмитрий Аринин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. Помимо бюджета, на сессии Госсовета рассмотрели три десятка вопросов. Это федеральные и республиканские законопроекты. Так, прожиточный минимум пенсионеров увеличен на 200 рублей, составляет 8423 рубля. Уточнены сроки выдачи электронных пропусков для грузовых машин. Полный переход на них начнется с января 2023 года. Также на сессии подняли вопрос о переходном периоде в три года для предпринимателей при отмене ЕНВД и переводе на другие налоги. Его в итоге не будет. Как объяснили в Минэкономике, эта льгота поставит бизнесменов, работающих на вмененке, в более выгодные условия по сравнению с теми, кто уже работает по упрощенной системе. 80% из тех, кто принял решение, приняли решение о переходе на упрощенную систему налогообложения. Что касается снижения ставки, здесь снижение ставки не планируется для бывших потерьщиков ЕНВД, с учетом того, что могут возникнуть неравные условия для тех, кто уже находится на упрощенной системе налогообложения. К другим новостям. В Татарстане сегодня зарегистрировано 46 новых случаев COVID-28, из них в Казани. В России третий день фиксируют антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За сутки умерли 366 человек. Рекорд и по количеству заболевших. За сутки выявлено 17717 новых случаев, сообщает оперативный штаб страны. Наибольшее количество заразившихся все так же в Москве 4906 человек. В Санкт-Петербурге 758 случаев. В Нижегородской области 386 человек. В Саратовской области 194 случаев. У наших соседей в Мэриэл 46 заболевших. В Чувашии 58. Новый антирекорд в Ульяновской области. Там заразились 204 человека. Локдауна не будет. Владимир Путин сегодня на форуме «Россия зовет». Заявил, тотальных ограничений в стране из-за угрозы распространения коронавируса вводить не планируется. Главное, по словам президента, сохранить работу всех предприятий и бизнеса. Еще на три месяца продлена отсрочка по налогам, как и мораторий на проверки малого бизнеса. И, пожалуй, главное, это бесплатные лекарства для всех заболевших ковидом. Неважно, лечатся ли они в больницах или дома. Как будет исполняться решение на местах, Рамиль Галиулин продолжит тему. Этот вирус как будто начинает проверять все твои системы жизненной важности. Десять дней, как страшный сон, говорит актриса Зульфия Валиева. О том, что ковид не миф, а реальность убедилась, когда стала пациентом провизорного госпиталя. Туда попала с 20-процентным поражением легких. Признается, состояние до сих пор нестабильное. До госпитализации лечилась дома, но не могла найти нужных лекарств. Назначили препараты, и мы с мужем с трудом их нашли. Мы не сразу их нашли, даже сутки, где их не было. Обращались к знакомым и по-всякому. Я пыталась найти все, только аналоги. Была одышка, воздуха не хватало. Айсалу Галиева лечилась дома. Переболела в легкой форме. В течение недели принимала целый букет лекарств. Столкнулась с той же проблемой. Найти препараты сложно, а те, что есть, дорогие. Мы купили таблетки ксориота, которые стоят 3,5 тысячи рублей. Это вдобавок ко всем лекарствам, которые мы пропили. Он дорогой. Конечно, пенсионеры, работники бюджетной сферы, например, и могут себе это позволить. Проблему доступности лекарств обсуждал Владимир Путин накануне с правительством страны. Как отметила Татьяна Голикова, в большинстве случаев в легкой форме лечиться можно и амбулаторно. Это освобождает койки в стационарах для действительно тяжелых больных. И здесь важно обеспечить всех тех, кто лечится в домашних условиях, теми же лекарствами, что получают пациенты в больницах. При этом президент подчеркнул, медикаменты для всех должны быть бесплатными. На реализацию этой инициативы выделено 5 миллиардов рублей. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. И таким образом предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме. Как пояснили в Минздраве республики, порядок распределения лекарств будет известен со дня на день. Регламентирующий документ от правительства страны должен поступить в региональное министерство в ближайшее время. Тогда и будет определен порядок предоставления препаратов. Проблем нехватки препаратов есть и в других регионах. К примеру, этот врач из Башкирии, сам переболевший коронавирусом, предлагает раздавать лекарства тем, у кого остались лишние медикаменты. К этому посту прошу выкладывать только, кому нужно какие лекарства. Чтобы люди писали, каких лекарств ему экстренно сейчас не хватает. И чтобы люди, которые переболели, у кого дома остались лекарства, безвозмездно смогли друг другу помочь лекарственными препаратами. Подготовить документы о запасах лекарственных средств всем регионам поручено до конца месяца. Кроме этого, Владимир Путин поручил выделить им дополнительно 10 миллиардов рублей. Они пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Рамиль Галюлин, Аиль Абдулин, ТНВ, Казань. В Татарстане продолжает работу штаб помощи пожилым людям. По телефону горячей линии мы вместе, пенсионеры, могут оставить заявку на покупку и доставку продуктов и лекарств. К ним приедут волонтеры, возьмут деньги и доставят домой заказ. Все для того, чтобы пожилые в лишний раз не выходили в общественные места и не подвергали себя риску. Свои заявки можно оставить, позвонив по телефону 8 800 234 11. По поручению президента республики мы продолжаем информировать о работе, которая ведется в республике в части антиковидных мер. Это у нас возобновляет в полную меру работа волонтерского движения. Собственно, они не приостанавливали свою работу, они действовали, но тем не менее, с течением времени, видимо, их актуальность была утрачена. Сделают ЭКГ, возьмут кровь, проведут до нужного кабинета. Волонтеры-медики Татарстана помогают в этот сложный период. Врачам и медсестрам добровольцы снова на передовой. Они включились в республиканское движение «Ярдам Янаше» помощь рядом еще весной в начале пандемии. О неоценимой поддержке и добрых сердцах Вероника Гайнудинова. Здравствуйте, я волонтер-медик Латфулина Элина. Сейчас мы отвезем вас на КТ. Элина Латфулина будущий доктор, а пока она волонтер-медик. В больницу как на работу ходит уже четвертый год, но сейчас ее помощь врачам нужна как никогда. Каждый раз, когда мы приходим, мы спасаем жизни хотя бы тем, что сокращаем время, которое тратится на проведение разных лабораторных исследований. То есть мы перевозим пациента, тем самым сокращаем время, и врач может быстрее смотреть. Помочь принять пациентов, отвезти на диагностику, провести исследования, взять кровь или сделать ЭКГ. Волонтеры-медики работают в так называемой «зеленой зоне». Все, что входит в обязанности среднего медперсонала, частично на их плечах. Первые, кого я встретила, это были волонтеры-медики. Они меня сразу же положили на каталку, повезли на все возможные исследования. Это было очень оперативно, очень эффективно. Здравствуйте, я волонтер-медик, меня зовут Керим Нурале. Как вас зовут? Нурали Керимов из Туркменистана. Будущий акушер-гинеколог из династии врачей. На примере своей семьи знает, как сложно сейчас медикам. Поэтому, говорит, здесь по зову сердца. В данный момент ситуация непростая. Людей вообще мозг не хватает, не везде успевает все, поэтому я хочу приходить и помогать. И таких добровольцев в чистых зонах ковидных госпиталей в республике больше 350 человек. Волонтеры-медики на территории городской клинической больницы номер 7 оказывают помощь как среднему, так и младшему медицинскому персоналу, врачам. На данный период времени возросла нагрузка на приемно-диагностическое отделение, так как большой поток пациентов. Поэтому помощь волонтеров-медиков нам на данный период, конечно, необходима. К республиканскому движению помощь рядом с начала пандемии. Присоединились 60 тысяч добровольцев. Можно присоединиться и к волонтерам-медикам, если у вас есть медицинское образование или еще учитесь. Вероника Ганетинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Проблема номер 112. На приеме всех экстренных звонков в Татарстане всего 18 операторов. Почему МЧС просит увеличить штат? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Капремонт был или не был, этим вопросом задались родители 10-го детского сада Альметьевска. В начале года его закрыли на капремонт. Осенью малыши должны были прийти в обновленные стены, но вместо обновки, говорят они, увидели старые двери и скрипучие полы. Что пошло не так и почему детсад снова закрыли, разбиралась Филюза Хамедулина. Старые двери, ободренные линолеум и некрашенные шкафчики. Вот так встретил родителей и малышей детский сад после капремонта. Хотя и до работ здесь были такие же условия. Детский садик действительно был в ужасном состоянии. Туалеты, коридоры, все в общем, взглянуть невозможно было. И мы так ждали этот ремонт. Но ожидания не оправдались. Одна из родителей написала об этом в соцсети. За эти деньги можно было построить новый детский сад, а тут даже старый линолеум не поменяли. Пост вызвал общественный резонанс. Но как позже выяснилось, в детском саду еще не был закончен ремонт. По просьбе родителей несколько групп открыли досрочно. По многочисленным просьбам родителей группы были открыты. Но открыты были только группы те, которые имеют отдельный вход. В остальном здании пока идет ремонтная работа. По контракту работы должны вестись у нас до конца ноября. Этот детский сад 1967 года постройки. И за это время ни разу не было капремонта. Старая электрика, санузел, не работала и вентиляция. И поэтому в первую очередь заменили их. На очереди межкомнатные двери и линоле. На большие, как хотели бы родители малышей, уже нет денег. Основная часть денег ушла на установку новой вентиляции. Из-за ее изношенности в саду была плесень и сырость. Вот сейчас у нас вентиляция работает. Все в исправном состоянии, что и требуется для приготовления пищи детям. У нас туалеты были в очень плохом плачевном состоянии. Нам все заменили. Поставили новые красивые перегородки. Приятно смотреть. Унитазы новые. Все, раковины поменяли. Душ нам новые поставили. Все блестит. СМИ эту мы сами не составляем. Для этого существует подрядная организация. И, конечно, отталкиваемся от тех требований, на которые были замечания. Роспотребнадзор, пожарная сигнализация. Потому что по безопасности детей мы не можем этим, как говорится, пунктом как-то нарушать эти пункты. На все эти работы из республиканского бюджета было выделено всего 10 миллионов рублей. На косметический ремонт местное управление образования выделило дополнительную сумму. Чтобы оснастить новую мебелью все группы и сделать такой ремонт, какой хотят родители, потребовалось бы в три раза больше денег. Любой родитель хочет прийти и увидеть внешнюю красоту. Те работы, которые были запланированы, это все те работы, которые не видны. После претензий родители детский сад закрыли. Его откроют только после того, как завершат все запланированные работы. Малыши пока ходят в другие учреждения. Фюльзаха Медулина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Ни пройти, ни остановиться. Расширить. На метр хотя бы расширить, чтобы две машины могли разъехаться. С какими опасениями столкнулись жители Борисского при строительстве новой дороги? Меня не услышал Салават Мухаммадулян. Золотой квадрат. Слишком дорого и обычному человеку очень тяжело. В Казани взлетели цены на жилье. Почему и чего ждать дальше? Разбирался Рамиль Шайдулин. Президент Рустам Мениханов сегодня запустил тайной или проходческий комплекс на вторую линию Казанского метро. Строительство первого участка второй линии от станции Фучика до Сахарова началось в 2018 году. Сейчас перекладывают часть инженерных коммуникаций. Президент осмотрел ход строительства. Его ознакомили с проектом станции столетий ТАССР. В завершение он пообщался с метростроителями и попросил их соблюдать меры безопасности. На объекте сейчас трудится 165 человек. В столице в разгаре строительство Большого Казанского кольца. Жители поселка Борисского, чьи дома расположились вдоль магистрали, тоже получат новую дорогу и тротуар. Но, по их словам, с размерами проектировщики ошиблись. Дорога узкая, впритык к забору и нет шумозащитных экранов. Изучал проекты Салават Мухаммадулин. Расширить, на метр хотя бы расширить, чтобы две машины могли разъехаться. Иначе коллапс, говорят жители поселка Борисского. Их дома на Тихорецкой остались вдоль участка второго этапа Большого Казанского кольца. Отдельно от магистрали сейчас строители готовят подъезд к домам. Но дорога жителей не устраивает. Ее ширина 3,5 метра. Ну и проехать тоже. Ну как, 3,5 метра одна машина же. Ну я понимаю, одна едет, она встреча поедет, куда ехать. Там у нас пробки, там пробки. Еще и к дому мы подъехать не сможем из-за того, что на встречную машину будет идти. В то же время между основной трассой и дорогой к домам запланировано благоустройство тротуара шириной в 4,5 метра. Беспокоит местных жителей и пешеходный тротуар. По их словам, он будет находиться с той стороны проезжей части. А потому, чтобы попасть на него, им придется перебегать через дорогу. И еще один вопрос. Нам сказали, что шумоизоляционная стена не предусмотрена. А как так? Это шум, это пыль? Генподрядчик заверяет, шумоизоляционные стены вдоль домов будут установлены. И объясняет такую ширину дороги тем, что она лишь для местных жителей. Данный местный проезд предусмотрен для движения только жителей, которые проживают именно вдоль этой трассы. То есть каких-то там скоростных ограничений там не будет. Как нам пояснили в Минтрансе, движение по этой дороге будет общим как для правой, так и для левой сторон. В проекте она указана как местный проезд. Правда, скорость движения по ней пока не определена. Это местный проезд, он и для того и построен, чтобы могла проехать спецтехника, скорая помощь и пожарные машины. С обеих сторон прилегающей дороги будут построены тротуары. Так что пешеходам переживать не стоит, а автолюбителям придется разъезжаться полюбовно. Второй этап Большого Казанского кольца должны сдать в первом полугодии 2021-го. При этом рабочие движения могут запустить уже в этом году. Словат Мухаммадуллин, Алмазия, Динов ТНВ. Казань. Резкого скачка цен на жилье в стране не произойдет. Сегодня такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил вице-премьер страны Марат Хуснулин. По его мнению, рост цен равен уровню инфляции. Между тем, в Казани уже зафиксирован скачок цен. Стоимость квадратного метра в среднем достигла 85 тысяч рублей. В целом рост на 15%. Таковы итоги 10 месяцев этого года. Что прогнозируют эксперты и в чем причина такого взлета цен? Вопросе разбирался Рамиль Шайдулин. Работы на очередной казанской новостройке идут полным ходом. В следующем году здесь появится новая высотка и уже известны цены. Однушки почти 4 миллиона рублей. С учетом того, что цены близки к московским, а прожиточные минимумы у нас гораздо ниже, чем в Москве, то это неоправданно. Обычному человеку очень тяжело приобрести жилье по доступным ценам. По данным агентств недвижимости, за 10 месяцев квартиры в Казани подорожали примерно на 12%. Ждать ли повышения дальше? Сегодня свое мнение высказал РБК Марат Хуснулин. Всех пугасит, а вот цена там поднимется. Она не поднимется, во-первых, она не так сильно подняла. В некоторых регионах на 5% поднялась, где-то на 7-8%, но с инфляцией около 4%. Поэтому здесь ничего страшного нету в этом подъеме. Для наглядности, вот как менялись цены на жилье в Казани. Комфортная однушка, которая в марте стоила около 5,5 миллионов, за полгода подорожала почти на полмиллиона. Самый большой рост в сентябре и октябре, более чем на 100 тысяч. Или вот однушка попроще, в то же время за два дня подорожала почти на 400 тысяч рублей. Хотя сами дома вряд ли могли подорожать за это время, ведь многие новостройки были построены год и более назад. Также на цены вряд ли могла повлиять и инфраструктура. Если она и появилась, то уж точно не по всему городу. Видимо, причина в другом. Казань на самом деле отнюдь не на третьем месте по уровню цен. Даже в первую десятку не входит. То есть мы где-то на 10-11 месте. В базе риэлторов республики наглядно видны актуальные цены на квартиры в Казани. По их наблюдениям, начиная с июня, они выросли на 15%. Связано это с несколькими причинами. Одна из причин это низкие ставки по ипотеке. Кроме того, дополнительный спрос вызвал еще и снижение ставок по депозитам. Соответственно, люди из депозитов стали перекладывать свои средства в недвижимость. Риэлторы считают, если исключить два этих фактора, то стоимость жилья в Казани росла бы не более чем на 7% в год. Между тем, по их же прогнозам, пока цена продолжит расти, жилье подорожает еще на 10% до конца года. Рамиль Шайдуль, Наталья Мендубаев, ТНВ, Казань. Новая теплоэлектростанция строится на Нижнекамскнефтехиме. Она обеспечит действующее и будущее производство компании электроэнергии, а также будет утилизировать продукты переработки попутных нефтяных газов. Как идут работы, увидим далее. На стройплощадке Нижнекамскнефтехима сегодня трудятся почти полторы тысячи специалистов. Стройка идет в круглосуточном режиме. В ближайшее время здесь уже планируют произвести первый рожек газовой турбины номер один ПГУ ТЭС. Выполнение общестроительных монтажных работ порядка 96%, монтаж теплотехнического оборудования порядка 97%, электротехнического 98%. Продолжается монтаж основного оборудования, это котлы-утилизаторы, выполнение порядка 99%. На стройплощадку доставлено основное оборудование. Две газовые турбины мощностью 167 мегаватт, одна паровая турбина и блочный трансформатор. На котлах-утилизаторах продолжается монтаж трубопровода и арматуры. Один из самых заметных объектов на площадке – башенная градирня высотой 98 метров. Сейчас на ней завершен монтаж металлоконструкции, смонтирован последний и десятый ярус. В эти дни продолжается облицовка градирни, после чего строители приступят к монтажу ПВХ-оросителей. В 20-х числах октября начались испытания чаши башенной градирни на герметичность. В близких к завершению строительных монтажных работ ведется активная подготовка к пусконаладочным работам. Стоит добавить, что ПГУ ТЭС – не локально работающий объект. Для обеспечения его полноценной работой недавно был пущен в работу новый газопровод. Одновременно с этим в работе энергоисточника будут использоваться и синтетический газ завода этилена, что позволит решить вопросы экологической направленности. Рамиль Галиулин, ТНВ, Нижнекамск. Фермерская продукция выходит на новый уровень. Сотни сельхозпроизводителей Татарстана уже смогли реализовать свою продукцию не только на сельхозярмарках, но и на прилавках городских магазинов. Не потеряться на большом рынке фермерам помогает образовательная платформа «Агрополе». Как стать ее участником – об этом далее. Без фирменных сырников в семье Фатыховых не начинается ни одно утро. Творог, сметана, сливки – все самые свежие и натуральные продукты Наталья всегда находит на прилавках «Туганьяк». Говорит, в качестве уверена. Состав очень хороший, что очень важно, когда мы кормим наших детишек. Под одним брендом – восемь сотен фермеров Татарстана. Кондитерские изделия, натуральные молочные и мясные продукты – теперь горожане могут найти не только на сезонных ярмарках. Все доступно в магазинах у дома. Применение этих шести инструментов помогло нам охватить более 60 магазинов. Как фермеру выйти в торговые сети, где реализовать собственную продукцию. Образовательная платформа «Агрополе» просто и доступно показывает, как работает с бытовое сопровождение. Полный курс проходит буквально в течение двух недель. Оно составит из нескольких онлайн занятий, самостоятельной работы и сдачи практической работы. Результаты образовательной платформы на месте. Продукция «Эльга Махалиулина» из Кукморского района уже в 350 магазинах. А сегодня новый контракт с казанским рестораном. Благодаря сбытовому сопровождению мясохода нам удалось выйти с местного рынка на более крупные. Около 800 фермеров на сегодняшний день имеют связи с нашими торговыми объектами. Стать участником «Агрополе» может любой фермер. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте, а по телефону «Горячей линии» специалисты проведут бесплатные консультации. Наталья Мизина, Игорь Романов, ТНВ «Казань». У нас на этом все. Дали информация о погоде. Всего вам доброго и до встречи. Турецкие ткани по суперценам. Портьерный салон «Феерия». Тукая 58. Только в октябре. Ипотека 4,44 на весь период. Квартира в Казани от Акбарсдом. 212-5, 4 семерки. Дом там, где мы. Если ваше чадо скачивает и скачивает и скачивает из интернета, это говорит о много. 30 гигабайт за 240 рублей в месяц. И у вас тариф много интернета от оператора «Летай». Подключай. Качай. Летай. Установка газового оборудования. ДПК МТЗ «Татарстан». Телефон в Елабуге. 524-00. Маски бывают разные. Одни защищают нас в особых ситуациях, другие каждый день. Носите маски. Берегите себя. Я офтальмохирург клиники «Эксклюзив Плюс» Рустам Тальдаев. Уже 20 лет я помогаю людям избавиться от катаракты. Офтальмология «Эксклюзив Плюс». 279-70-70. Встречайте обновленную программу господдержки на все автомобили «Лада». Льготных условий стало еще больше. Открытие в Казанском цирке. С 12 сентября. Фееричное большое цирковое шоу. Здравствуйте. Октябрь на исходе, а погодные процессы все еще далеки от нормы для этих дней осени, что, несомненно, радует. О погоде на 30 октября чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь. Своей новой кухне или шкафу-пупе уже сейчас. Звоните 2-167-166. Данил Мастер с заботой о вас. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме во влах Азнакаева небо затянет облаками, но осадки по-прежнему не прогнозируются днем до плюс 5. На северо-востоке, в Нижнекамске, в набережных Челнах и Елабуге в температурном фоне без существенных изменений, как и в общем прогнозе на пятницу. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныши будет облачно, но сухо. И все еще плюс на термометрах до 6 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе, осадки не ожидаются, температура не изменится. Световой день все короче, а солнце по-прежнему светит щедро и температура повышена. На юго-западе, в Болгаре, в Држаном, Буинске, несмотря на облачность, вероятность осадков будет минимальной. И в центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыши перемены облачность и до 6 градусов днем. Несмотря на первые заморские, погода продолжает радовать, и ближайшие дни также будут теплыми. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер! При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост» – за 12 лет отменили свыше 39 тысяч операций. В Казани переменная облачность без осадков. Ночью около нуля, днем воздух прогреется до 4 градусов с плюсом. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление выше нормы – 761 миллиметр ртудного столба, влажность воздуха – 82%. В магнитном поле Земли – без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейва Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин